50 конкурсантов. Не каждый цех может похвастаться таким количеством участников. В цехе 6, где основная профессия электромонтер, массовость конкурса профессионального мастерства – привычное дело. Много в цехе молодежи, и это не проблема для нас собрать такого количества. Электромонтер – электромонтеру рознь. Название одно, специфика работы разная, а значит и задачи, которые электромонтер выполняет в течение смены, существенно отличаются. Это и учитывалось при проведении конкурса. У нас конкурс проходит на трех участках. У каждого участка своя теория, своя практическая часть. Первый участок – это высоковольтные подстанции, второй участок у нас по ремонту двигателей и трансформаторов, и третий участок – ремонтно-монтажный. Для каждого участка и свой состав конкурсной комиссии. Компетентное жюри наблюдает за всеми действиями участников. 23 юношам ремонтно-монтажного участка после 40 минут теоретической части было предложено собрать схему подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. На выполнение задания час стендов для его выполнения – 10. Так что свои навыки конкурсанты демонстрировали в несколько потоков. В первую очередь, конечно, будет обращено внимание на наличие средств защиты у ребят, которые участвуют в конкурсе. Затем, конечно, будем оценивать качество проведенной ими работы. То есть это качество монтажа, укладки проводов и, конечно, правильность подключения электросхемы. Наличие маркировки на проводах – это обязательно. То есть они должны все это прозвонить, замаркировать и правильно подсоединить. Для 23 девушек-электромонтеров участка высоковольтных подстанций и теория, и практика – на бумаге. Перед глазами – схема электроснабжения объекта. Задание заключается в написании наряда. То есть квалификация второго разряда пишут более простое задание, а третий, четвертый уже сложное. То есть у всех одно задание – написание наряда. Время выполнения работы, ее начало и завершение, порядок операций, меры безопасности и подготовка рабочего места – все должно быть отражено на специальном бланке. А вот четырем девчатам участка по ремонту электродвигателей и трансформаторов пришлось составлять схему обмотки статора, а потом воплощать ее в жизнь. Лучше всех с заданием справилась Нина Цыпляшова. На участке высоковольтных подстанций два победителя – Кристина Галкина и Алина Ковальская. На ремонтно-монтажном первое место у Алексея Тюкова.